Неподалеку от Ореховой Сопки сотрудники ДПС в результате непродолжительной погони задержали пьяного хронического автонарушителя. Уже дважды лишавшийся прав за нетрезвое вождение автомобилист 1982 года рождения, будучи зажатым у обочины, совершил последний рывок. Он протаранил чужую машину и врезался в дерево. После задержания нарушителю пришлось сменить штаны. Они оказались испачканы изнутри, но в багажнике очень кстати лежали запасные. Смена гардероба была прилюдной. Только после этого полицейские рискнули пригласить его в патрульную машину. Надо сказать, что мужчину вообще мало что смущало. Ни отсутствие логики в его словах, ни в абсурде, которым он оправдывал устроенное шоу. Водитель полагал, что дело было не в нем, а в рулевой рейке. Полицейские мне вот показали, объяснили этот момент, что я-то вроде руля влево, она у меня вправо едет и все. Ну, ну, как-то так получилось. Ну, то есть полицейские вам помогли спасать? Конечно помогли. Полицейские вообще молодцы. А вы выпивали сегодня? Нет, конечно. Нет? За рулем никогда не выпиваем. Ну, как считаете, можно за рулем пьяным садиться? Да вообще никогда, вы что? Несмотря на легкий сказочный настрой, пьяный сатир прекрасно понимал, что ему грозит тест на трезвость. Поэтому призывал на помощь боевую магию, проецируя на с виду безобидные предметы, лютую порчу. Вот в эту гайку я вложил сущность. То есть эта сущность, она коснется кого-то. Они всю эту сущность перекопали. А как эта сущность называется? Эта сущность как называется? Вложи же переход. Эта сущность называется энергия. Автомобилист был явно на подъеме. Он полагал, что ему удавались не только магические приемы, но и чудеса коммуникативности. Например, он сделал попытку заручиться поддержкой съемочной группы. Смотри, иначе мне жалко меня садят. Да? Нам ответят. Все, я не управлял. Как будто убегал. Делаем вот такую серию. Все. Как будто убегал, я вам его подставлю. Все, а вы, не помидай. Еще с журналистами договорились. Столь же безуспешно договориться этот осколок 90-х попытался и с автоинспекторами. Полицейскому он пообещал 50 тысяч. Но в итоге кинул на планшет с заполняемым протоколом 6,5. Все, что было с собой. Сомнительное удовольствие общения с фигурантом пришлось продлить. На место вызвали следственно-оперативную группу. Мужчина будет обвинен по двум уголовным статьям. Повторное нетрезвое вождение и дача взятки. Укладывающиеся в общую развязную конву судимости у него уже имеются. За насилие в отношении представителя власти и грабеж. С места происшествия Мария Дедова, Юлия Зима и Андрей Алферов.